В современной технологии стремительно врываются в нашу жизнь смартфоны, гаджеты, интернет и социальные сети. Несколько дней в Красноярске активно обсуждают поступок педагога, который первоклассникам задал задание на дом – зарегистрироваться в сети ВКонтакте. На одной из публичных страниц в той же социальной сети красноярцы спорят, правильно ли поступил преподаватель, нужно ли торопиться и уже с первого класса регистрироваться ВКонтакте лично. Менее разные от категорического отрицания до стопроцентного одобрения. Сейчас практически во всех школах есть интернет, и его активно используют и для развития детей, и для общения с родителями. Но в любом случае, все должно быть в меру. Ошибка учительницы заключалась лишь только в том, что ей надо было в первую очередь это обсудить с родителями. У нас в соцсетях очень много групп, например, ВКонтакте, которые развивают, связанные с аудиокнигами, книжками, можно брать, читать бесплатно совершенно. Есть разные раскраски, можно брать. Кстати, очень много страничек именно для малышей. В 9-м лицее Красноярска уже больше пяти лет пользуются собственным порталом, где точно нет никакой лишней и тем более сомнительной информации. Зато здесь у каждого ученика есть личный кабинет, в котором выставляют оценки и дают задания на дом. Личные кабинеты учителей, где они формируют задания, где выставлено дистантное образование, куда может зайти каждый ребенок и заниматься по тем направлениям, где есть пробелы. Или вернуться к чему-то тому, что ему посоветовал педагог. Родители детей этого лицея говорят, информационные технологии это удобно. Но вот с какого возраста ребенку стоит знакомиться с тем же ВКонтакте, каждый решает сам в 7, 10 или 12. Но принуждать учитель не имеет права. Вот у вас ребенок в первом классе, да? Да. А он зарегистрирован в ВКонтакте? Нет. А еще нет? Рано, еще успеет. 8 лет исполнилось в январе, да, ВКонтакте. Как вы к этому относитесь? Ну, я проверяю, знаю его пароль, я слежу, чтобы он там лишнего себе не позволял. Родители школьников постарше так и вообще сходятся во мнении, что пользы от социальных сетей больше, чем опасности. И запреты здесь не нужны. Вот ребенок, он ведь вам до конца никогда не откроется. Его, особенно подросток, его вот какие-то такие вот переживания, он закрытый будет всегда. А в этих, ну, так сказать, закрытых каких-то сетях он начинает там общаться на какие-то откровенные для себя темы. И, в общем, ты можешь узнать какие-то, ну, может быть, это, как, знаете, раньше дневники вели, может быть, это и не очень красиво. Но то, что касается подростка, это нужно знать. Дочь пошла в первый класс, уже она начала там тоже какие-то проявлять свои интересы. И они очень успешно общаются между собой. И я им доверяю, они меня не закрывают в своей странице, я могу спокойно зайти посмотреть. Главное, интернет не должен заменить ребенку реальную жизнь. Детям лучше лично общаться со сверстниками. А родителям контролировать, сколько времени их чадо проводят в виртуальном мире. К слову, половина российских школьников находится в сети чуть ли не круглосуточно. 70% из них для общений и игр, для учебы лишь 10% опрошенных. И кроме плюсов, в доступности социальных сетей есть и минусы. Дети в возрасте от 7 до 16 лет сжалуются на агрессию и психологическое давление на них в интернете. А еще родителям нужно помнить, разрешая ребенку пользоваться своим компьютером или смартфоном, они могут столкнуться с мошенничеством и кражей персональных данных. Дина Володина, Павел Пателицын, Новости.